Меня зовут Ирина, и я приветствую вас на IT Home конференции. Сегодня в кабинете мы поговорим с вами о навыках презентации. И прежде чем я приглашу нашего спикера, обратите внимание, что у нас есть секция чат, где вы можете писать свои вопросы, делиться настроением. Может быть, у вас есть какие-то предложения к нам. И чуть позже я продублирую туда ссылку в наш Телеграм-чат, где проходят основные активности. Также есть секция Q&A, вопросы и ответы. Задавайте, пожалуйста, вопросы нашему спикеру, потому что у нас для вас есть призы. И в конце выступления спикер сможет определить лучший вопрос. Но сейчас я хочу передать слово спикеру. Сегодня у нас Маша. Маша очень любит делать презентации и пришла нам рассказать про это. Маш. Спасибо, Ира. Всем привет. Я подготовила доклад, который называется «Искусство питчей» или «Как донести идею без сумки». Так, сейчас я сделаю, чтобы переходил слайд. Так. Как я и рассказала уже, меня зовут Маша, я из Минска. Я довольно рано уехала из Беларуси. Я закончила школу в Берлине и уже где-то 10 лет живу в Амстердаме. Мой опыт работы довольно разнообразный. Я очень люблю погружаться в различные виды деятельности, но одна общая вещь всегда их связывает – это то, что я очень люблю общаться с людьми. И еще я очень люблю делать и умею делать презентации, поэтому я хотела подготовить этот доклад. Во-первых, я училась в бизнес-школе, а учеба там подразумевает почти ежедневные презентации со сверстниками. Во-вторых, я неоднократно работала ассистентом директоров, и когда ты с ними взаимодействуешь, то ты узнаешь одно правило. Их концентрация внимания очень коротка, поэтому если ты ходишь вокруг да около, то ты никогда не получишь нужные тебе ответы. Важно говорить четко и самую суть. И в-третьих, я работала в ЕПАМе, и там я занималась инновационным стримом для одного из наших больших клиентов. Мы с командой готовили презентации для Chief Product Officer каждый месяц, и благодаря этому я занималась пресейлами на совершенно разные темы. И я училась обрабатывать очень техническую информацию и переводить на понятный продуктовый язык, и делать это максимально визуально. Потому что сам питч в формате вышел и поговорил, это не несет в себе никакой ценности. Презентация — это не просто возможность проинформировать, это шанс вдохновить, это шанс убедить. И я думаю, что это может помочь вам продвинуться в карьере довольно далеко. И поэтому, может быть, звучит довольно романтично, но я считаю, что хорошее умение делать презентации — это, можно сказать, суперсила. И я хочу сразу разделить два вида презентации. Первый — это презентация для аудитории, то, как я сейчас это делаю для вас, для аудитории слушателей. А вторые презентации — это те, которые высылаются в цифровом виде. Например, у вас есть pitch deck или у вас есть proposal, который вы можете выслать письмом. Эти презентации оформляются по-другому. И я хочу сейчас в основном рассказать про презентации, которые делаются для аудитории. И еще сразу хочу добавить дисклеймер, то есть оговориться, что сейчас это не pitch. Я использую много слайдов и много информации. Я хочу сделать ее понятной и простой. И это доклад все-таки, поэтому столько слайдов. Вот. Ну что, поехали? С чего все начинается? Первое правило презентации — это вам нужно знать, кто будет находиться в комнате. Ваш pitch должен быть увлекательным, информативным. Он должен быть, ну, или может быть провокационным даже или веселым. Ни в коем случае не запутанным и не скучным. Потому что ваша цель — это увлечь вашу аудиторию. С этого начинается презентация. Если вы готовите презентации и не думаете о том, кто ваша аудитория, не готовите эту информацию для себя, то это точно так же, как если бы вы написали любовное письмо и адресовали бы его to whom it may concern, то есть тем, кого это может касаться. Если вы недооцените свою аудиторию, то все ваши шансы падают. То есть вы должны знать, с кем вы разговариваете, и ваша цель — убедить их. Например, представьте себе, что у вас есть продукт или решение. Вы приходите на встречу и рассказываете, как вы его построили, какие у вас были проблемы, как вы их преодолели, как вы выросли за это время, какие у вас дальнейшие шаги. И все это, конечно, очень важно, но, скорее всего, вашему слушателю важнее узнать, подходит или не подходит ваше решение для их компании. Все. Поэтому вот эта картинка иллюстрирует довольно жизненную ситуацию. Существует некоторое совпадение между тем, что вы хотите сказать, и тем, что они хотят услышать. И ваша задача заключается в том, чтобы найти, что имеет значение для ваших слушателей. То есть вы, когда сегментируете свою аудиторию, вы можете подумать о том, какие у них ценности, как они принимают решения, что их мотивирует. Может быть, они уже знают что-то по вашей теме. Может быть, у них могут быть какие-то возражения или предубеждения. Может быть, вы можете узнать, где они вообще получают свою информацию. Все эти вопросы довольно важны для того, чтобы вы нашли общие точки соприкосновения. Потому что это становится общей основой или почвой для вашей презентации. И если вы знаете, что это за точки соприкосновения, то тогда вы можете построить нужную вам связь, такую человеческую, настоящую, то есть эмоциональную. Потому что мы люди социальные существа, так сказать. И чтобы построить эту почву, есть три составляющих. Первый — это общий опыт. Может быть, в прошлом вас уже что-то связывало. То есть какое-то мероприятие. Или, может быть, вы работали над общим проектом. Или какие-то события. Это может быть очень растяжимое. Но самое главное, чтобы вас уже что-то связывало общее. Дальше — это общие стремления. То есть это в будущем. Куда вы направляетесь? И какие результаты будут взаимовыгодными для вас и для ваших слушателей? И третье — это именно ваш уникальный опыт. То есть почему вы обладаете уникальной, или какой вы обладаете уникальной квалификацией, чтобы сейчас быть здесь, делать презентацию, становиться проводником для вашей аудитории. Вот. То есть это первое, то, что я хотела вам рассказать, важность понимания вашей аудитории. Двигаемся дальше. Второе правило. И на самом деле главный, самый главный вопрос — это чего мы хотим добиться. Я сейчас покажу картинку из фильма. Я думаю, что многие узнают этот фильм. Это фильм «Начало». И это уже является подсказкой. И в этом фильме есть, точнее, из этого фильма есть такая цитата, что «Идея подобна вирусу, живучему, очень заразному». И весь фильм — это олицетворение того, как одна идея может поменять мир. И вот я даже привела, добавила отрывок из этого фильма, который является основной кульминацией. Потому что в фильме очень сложный сюжет, очень много наслоений, много уровней, сложная миссия. Но все сделано для того, чтобы подвести вот этого героя к этой сцене. Чтобы он понял одну простую мысль, что его отец любил его. И тогда это меняет все. Это была их основная миссия. И точно так же у вас должна быть одна идея, которая является основополагающей для вашей презентации. То есть вот вы представили, вы поняли, какая у вас идея, которую вы хотите донести. И дальше все остальное должно нарабатываться вокруг. То есть вы создаете вокруг этой одной большой идеи. И когда вы знаете эту основную идею, то вы сможете настроить для аудитории порядок обработки вашей информации. Вы тогда сможете понять, что является самой доминирующей вещью в вашей презентации. И что тогда первично, что вторично, что третично. И тогда вы можете продумать, как слушатель будет обрабатывать и проходить вашу информацию. А ваша идея, вот как красная нить, должна связывать каждый слайд. То есть каждый слайд должен работать на то, чтобы подкрепить вашу основную идею. Потому что донести свою идею, это является целью вашей презентации. Это ваше основное послание. А еще ваша идея – это основа для истории. А история – это главный инструмент, который работает как по волшебству. Вообще, каждый день мы рассказываем друг другу истории. И у нас появляются физические реакции. Потому что, когда нам кто-то что-то рассказывает, у нас может сердце забиться чаще, зрачки расширяются, я могу почувствовать мурашки по коже. И все в таком духе. И на самом деле, когда мы рассказываем презентацию, это абсолютно точно такая же история. То есть и тут история, и там. Но нет таких физических реакций, как правило. И вопрос заключается в том, почему, если и тут, и там эта история. И сейчас я хочу поделиться советом, который тоже работает как по волшебству. Вот здесь на слайде приведен кружочек. Представьте себе, что в вашей презентации вам нужно показать, что есть на данный момент. И это олицетверяет этот кружочек. То есть вот статус-кво, вот что происходит. Дальше вы должны сравнить это с тем, что могло бы быть. И вам нужно сделать эту разницу как можно больше. Потому что вот есть обыденность, а вот есть вот что могло бы быть. То есть вот есть сейчас, или прошлое, или настоящее, но вот же будущее. Представьте себе. И ваша задача заключается в том, чтобы подчеркнуть этот контраст. То есть вы пытаетесь сделать статус-кво, то, как сейчас, то, с чем мы работаем сейчас, не очень привлекательным. И хотите завлечь аудиторию тем, что могло бы быть. И ваша презентация должна быть построена так, чтобы вы колебались между тем, что сейчас, и тем, что могло бы быть. Как припев песни. И самое важное, конечно же, помнить, что ваша презентация должна призывать к действию. То есть вы строите этот контраст для того, чтобы перейти эти препятствия и увлечь, и пройти этот путь к светлому будущему. Поэтому также очень важно закончить презентацию надеждой на светлое будущее. Дальше я хочу поделиться еще другими хитростями, но я хочу сразу сказать, запомните, пожалуйста, то, что аудитория и главная идея это основа основ всех презентаций. Следующие хитрости. Вот этот товарищ должен быть вашим лучшим другом. Он Хик, Вильям Хик. Он обнаружил зависимость между количеством информации и скоростью принятия решений. То есть из этой зависимости следует то, что чем больше информации вы добавляете на слайд, тем хуже она воспринимается вашей аудитории, потому что им требуется гораздо больше усилий и внимания, чтобы ее обрабатывать. Поэтому нужно использовать один концепт на слайд. То есть, если это возможно, три-четыре слова. Максимально просто. Даже если вы показываете архитектуру, старайтесь показывать не детали, а концепт вашего предложения. И еще я могу показать пример, основанный на том, что я только что описала. Я могла бы показать его вам в двух словах. Закон Хика вместо его портрета. Или я могла бы показать вам определение самого закона. Есть еще визуальная репрезентация зависимости. Есть уравнение. И вот у вас есть один, два, три, четыре примера того, как можно было бы донести одну и ту же информацию. То, что я чаще всего вижу, это вот такой слайд, где вся информация добавляется в одно место. Чтобы, конечно же, я понимаю этот посыл, чтобы все хотят максимально обширно показать и ничего не упустить. Но очень важно помнить, и здесь мы как раз подходим вот к другой заметке, то, что презентация — это не равно исследовать данные. Не равно. Презентация — это для того, чтобы максимально просто объяснить их. В документах, как правило, много информации, вы можете добавлять туда много технических данных. Но если вы хотите их показать, то вы используете презентацию, и вы можете использовать очень простые графики, которые все легко воспринимают. Например, pie chart, хотя я недавно услышала то, что в неких BI community это за такие графики могут закидать яблоками, но это неподтвержденная информация. Есть вот такие линейные графики или bar charts, то есть это три самых простых графика, которые, как правило, можно использовать для разного типа информации. Они очень... Их все понимают, хорошо воспринимаются, и старайтесь упрощать иллюстрацию своих данных. Еще хорошая практика — это создавать раскадровку ваших слайдов. То есть прежде, чем вы начинаете открывать слайды и составлять презентацию, попробуйте использовать sticky notes, posted notes, стикеры, и попробуйте на каждый стикер добавлять по одной идее, или по одному концепту, который вы хотите включить в свою презентацию. Таким образом, во-первых, у вас маленький размер, который ограничивает количество данных, которые вы можете добавить, то есть это хорошая практика, чтобы соблюдалась простота. А во-вторых, вы можете переставлять так, чтобы в итоге вы могли проконтролировать, что история плавно перетекает. Еще очень важно во время презентации помнить то, что речь идет не только о вас. То есть вы приходите и делаете презентацию для аудитории. И, конечно же, когда мы выходим на сцену, мы чаще всего волнуемся, потому что мы считаем, что мы как бы герои, потому что вот мы пришли, и нас все слушают, и это, конечно же, волнительно. Это, можно сказать, можно почувствовать себя звездой. Но очень важно помнить то, что если вы приходите сюда донести свою идею, то, несмотря на то, какая хорошая может быть идея, если ваша публика не воспринимает ваш посыл, то, как вы рассказываете эту идею, то с ней ничего не станет. А если вы хорошо рассказываете, вдохновляете и следите за своей аудиторией, то тогда вы передаете эту идею, и они с ней заражаются, и уходят, и идут делать что-то с этим. Поэтому очень большая разница в том, что не вы на самом деле являетесь героем, а вы, можно сказать, ментор или проводник, и вот чтобы хорошо проиллюстрировать этот факт, вы являетесь йодой, который приходит и рассказывает, и помогает понять что-то, а аудитория является настоящим героем, потому что это они будут действовать или не действовать. Вот. И тоже очень важный момент, это знаменитая цитата Хэмингуэя, то, что первый набросок чего угодно – это дерьмо. Поэтому обязательно всегда практикуйте, репетируйте, rehearse, то есть это без этого никак на самом деле. Так, я закончила первую часть, которую я хотела рассказать, и прежде чем я перейду к следующей, там, где больше именно про питчи, может быть, Ира, есть какие-нибудь вопросы от аудитории? Да, Маш, спасибо большое тебе за такую интересную часть. У нас уже есть два вопроса, и я тебе сейчас их сдам последовательно. Первый вопрос нам задал Андрей, и он интересуется, что ты думаешь по поводу того, что надо всегда готовить две презентации, одну для выступления минимизированную и вторую расширенную для тех, кто будет скачивать. Однозначно согласна, и это как раз я затрону в следующей части своей презентации. Супер, тогда следующий вопрос от Юрия. Юрий интересуется, как быть с разными субъектами аудитории. Он спрашивает, если наша цель – получить инвестиции от инвесторов, на митинге присутствует ряд от представителей, которые частично так и совсем не влияют на решение. Стоит ли ориентироваться только на конкретных лиц представителей или на общую аудиторию? Возможно, есть подходы или фишечки? Да, на самом деле, я бы ориентировалась на самых важных для вас людей, конечно же, потому что я даже забыла рассказать такой пример. То есть если вы приходите, и у вас есть действительно там какой-то проект, который вы хотите запичить, и, скажем, вам нужно поговорить с СПО, СТО и с кем-то из прокуримент. Скорее всего, даже совершенно точно, этих людей интересуют совершенно разные вещи. Кто-то думает про продукты, стратегии, кто-то про ваше техническое решение, а кому-то нужно сократить бюджеты. И вопрос вообще в том, нужно ли их, скорее всего, не нужно их совмещать в одну встречу. Лучше делать три отдельные с каждым из них, под каждого свою презентацию, которая отвечает на их вопросы. Точно так же и в этом случае я бы сказала, что постарайтесь подготовиться, чтобы у вас было достаточное время, чтобы отвечать на вопросы всей аудитории, там неважно кто, но цель вашей, не забывайте, что цель вашей презентации это там убедить, продать и начать эту дискуссию с нужными вами людьми, чтобы продвинуть ваш проект. Поэтому, конечно же, нужно ориентироваться на самых ключевых игроков среди ваших слушателей. Но я расскажу чуть больше именно про питчи, про продажи, вот как раз в следующей части, может быть, там я более структурированно подам вам эту информацию. Поэтому я предлагаю продвинуться дальше. Итак, зачем питчить? Питчинг с английского языка это бросок, это рывок. Поэтому питч, конечно же, это уже чуть-чуть другой вид презентации. Я бы даже сказала, что вот я показала вам разницу между документом и презентацией, а питч должен быть где-то между. Действительно, там по оформлению вы тоже находитесь где-то посередине, то есть там должно быть больше информации, потому что вы действительно высылаете этот документ в электронной форме, и там должны быть ответы на вопросы, естественно. Но вообще еще, чтобы питч был успешным, нужно уделять внимание на то, чтобы вы правильную подачу построили, чтобы у вас был правильно построенный дизайн, потому что он усиливает ваше послание, и чтобы у вас была история, которая мотивирует аудиторию. И тогда у вас получается общая стратегия послания, которая действительно может спровоцировать изменения, а это то, что вам нужно. И сейчас я хочу рассказать вам девять основных советов от Маши для того, чтобы ваш питч был успешным. Первый, самый главный, это, конечно же, подгон под аудиторию. Это то, с чего я начала в прошлой части, и это точно так же важно в этой части. То есть это как раз-таки основная ошибка, которую мы делаем в B2B-продажах. То, что мы сосредотачиваем внимание на нашем продукте или успешном кейсе, или услуги, но не на клиенте. И поэтому вам нужна ваша задача настроить свое сообщение таким образом, чтобы они затрагивали наиболее важные для вашего клиента моменты. И поэтому вот на том же примере, если у вас есть шанс продать ваш проект потенциальному клиенту, и вот, как я говорила, CTO, CPO и прокюрмент, совершенно разные вещи их интересуют. Поэтому, скорее всего, лучше разделить, потому что вам нужно сфокусироваться на вашей аудитории. И не ходите, не продавайте одну и ту же историю, о том, какие вы есть и как у вас хорошо получается. Вы приходите и говорите, я понимаю вас, я делал research, я знаю, через что у вас сейчас проходит компания, какие у вас трудности, я знаю, что вам нужно, хотите ли вы мою помощь. То есть фокусировать акцент на аудитории. Следующее – это ценностное предложение. Ваша подача должна отражать точку зрения, основанную на вашей аудитории, чтобы они знали, как ваш продукт или услуга может принести им пользу, и почему они должны купить именно у вас. И тоже, когда вы описываете свой продукт или технологии, или там сервис, старайтесь не перечислять список фич, как тоже часто очень заметно, продавайте решение, то есть фокусируйтесь на преимуществах ваших продуктов или технологий, опишите, в чем ценность, и фокусируйтесь именно на ценности, как оно отличается от других, какие болевые точки затрагиваются и решаются с помощью вашего продукта. То есть не функционал, а стратегический бизнес, фокус на бизнесе. Третье – это оформление. Оформление слайдов – это очень важно, мне кажется, в питчдеках. Старайтесь объединять и группировать объемную по смыслу информацию, потому что вот пример такой тоже очень часто видны. Например, это описание в трех слайдах end-to-end сквозной системы. Они сами по себе могут быть самостоятельными документами, то есть они должны идти вместе, но при этом они выглядят очень плотно и не очень визуально понятны. Поэтому, когда вы делаете именно питчдеки, постарайтесь их объединить, как вот на этом примере показано, и все сведения тогда помещаются на одной странице. И таким образом также соблюдается вот это правило одной темы на слайд. Это важно. И тоже хорошая практика выделить основные фразы для быстрого просмотра, когда объемная информация нужно выделять, чтобы быстро воспринималась информация. Здесь тоже пример того, как я делала это с техническими требованиями. Чтобы воспринималась информация легче, я объединяла это по четыре категории. Я еще добавляла понятные и короткие заголовки и подкрепляла их подобранными по смыслу иконками, потому что это тоже воспринимается легче. Поэтому вот следующий мой совет это используйте иконки. Они очень, если они подобраны по смыслу, конечно же, то они очень хорошо разбавляют текст и помогают расставлять приоритеты и акценты восприятия информации. Дальше цифры. Если у вас есть возмущительные показатели, не стесняйтесь использовать их громко, метрики, что угодно. Вот тоже пример того, как если вы визуализируете данные, поставьте ударение на главное значение, помогите воспринять основную ценность или основной посыл. И еще я хочу, конечно же, подчеркнуть, что важно соблюдать последовательность дизайна, как на этом примере. Вы можете определить для себя систему дизайна и соблюдать ее. Здесь есть заголовки, подтексты, основной текст, тоже показатели какие-то цифры. Все это должно иметь свой собственный стиль, размер, цвет и место, естественно. И тогда это помогает аудитории не теряться. И еще, конечно же, я считаю хорошей практикой с самого начала обозначить цель встречи. Еще в приглашении на нее, конечно же, а потом продублировать ее в первых слайдах. Тогда вы четко формулируете ожидания. Очень важно. Следующий пункт это логика повествования. Кроме того, как вы сформулировали четкую цель встречи, сразу добавляйте и повестку дня, так, чтобы ваша история дала все необходимые ответы и при этом оставила место для вопросов, которые хотите задать вы. Или хотите, если вы хотите пообсуждать, получить фидбэк, то тоже учитывайте это. Но формируйте ожидания, и это помогает навигация, так сказать. Ну и как раз-таки вот, да, тоже момент про навигацию, это в оформлении слайдах очень полезно добавлять навигацию на каждый слайд, чтобы те, кто отвлекся, могли легко сориентироваться в происходящем. То есть там все время должна быть сфотка, какой теме принадлежит этот слайд. И тоже хороший пункт, это важная составляющая подготовки, это по сути быть готовым к критике во время презентации. Абсолютно нормально то, что у вашей аудитории могут быть какие-то возражения относительно вашей информации. И вы должны быть готовы не избегать, а взаимодействовать с критикой. Постарайтесь продумать это заранее, подготовьтесь, представьте себе различные скептические вопросы, которые могут возникнуть у вашей аудитории. Потому что чем увереннее и аргументированнее будут ваши ответы во время презентации, тем больше вы сможете закрепить свое доверие, то есть это опять-таки про человеческую связь, экспертность своего мнения. Дальше краткость. Тут не добавить, но отнять. Я перехожу к следующему слайду. Это призыв к действию. Не забывайте, зачем вы собрались. У вас должно быть четкое понимание действия, которые должны быть предприняты вашей аудитории для достижения вашей цели. Ваш питч это призыв к действию. Ваша аудитория должна получить четко сформированный вопрос или требования. Например, сколько денег вы хотите, сколько времени вам нужно, сколько или какие люди вам необходимы. сформулируйте это и четко говорите во время питча. И последний момент это поддержка связи. То есть все, что мы рассмотрели до сих пор, это составляет примерно 20% от процесса продаж. 80% остального приходится на то, чтобы поддерживать связь в последующих действиях. То есть после вашей презентации вышлите питч на почту, поблагодарите за внимание, за встречу, еще раз напоминайте про действия или про свой запрос, сформулируйте это в письме и продолжайте докучать до тех пор, пока вы не получите четкий ответ. То есть это должно быть либо да, либо определенное нет. Но масло дают только скрипучему колесу. Поэтому никогда не интерпретируйте отсутствие ответа за нет. То есть будьте безжалостны, продолжайте докучать, пока вы не получите четкий ответ. Потому что это продажа. Вот. И здесь я как раз собрала все свои рекомендации именно конкретно питча. Я хотела сделать маленький чек-лист. Здесь как раз девять пунктов. Я еще раз наверное резюмирую их. Первый пункт это подгон под аудиторию, ценностное предложение, какую ценность вы несете. Третье это оформление. Нужно потратить время для того, чтобы хорошо оформить свои слайды. Сформулируйте четкую цель встречи, сделайте, построите логику повествования, будьте готовы критики, краткость, краткость сестра таланта, призывайте к действию, это должно быть тоже четкий запрос, и поддерживайте связь, follow up. Вот. И последний слайд это дополнительный материал, который я хотела порекомендовать. Есть некая Нэнти Эдуард, которая написала несколько книг, в том числе Resonate и Слайдологи, это все об искусстве и науке создания красивых презентаций, правильных по смыслу. Их компания работает, ее компания работает с очень многими компаниями, с корпорациями, компаниями успешными, и они консультируют многих о том, как строить правильные питчи. Они работали вместе с Al Gore. Дальше еще хочу порекомендовать подкаст Essential Pitch, он нацелен немножко больше для стартапов, но мне кажется, что там тоже полезные токи. И книга Made to Stick тоже о том, почему какие-то идеи у нас застревают в голове, хита нет. И все, мой пич, точнее, не пич, а доклад подошел к концу, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. Спасибо, Маша, и вопросы у нас есть. Ребят, вы можете зайти в эту секцию проголосовать за то, какой вам тоже очень нравится, потому что в конце мы будем выбирать победителя, напоминаю. Ну и давайте последовательно, Маша, я тебе задам все вопросы, которые наши участники здесь опубликовали. Так, вопрос от Антона. Как бороться с волнением, тревожностью во время презентации? Я могу сразу отвечать, наверное, да? Хорошо, Антон, волнение есть у многих. Во-первых, я рекомендую держать в голове то, что, опять-таки, не вы герой, а герой — это публика. То есть нацелиться нужно на то, чтобы понимать, как они реагируют, что им нужно, и вслушиваться в них. Во-вторых, перед тем, как у вас презентация, рекомендуют поднять руки наверх, потому что, и поддержать их, так, потому что таким образом помогает снизить адреналин в теле, и у нас как-то вот легче физическая реакция к этому. И в-третьих, я бы рекомендовала практиковаться, потому что перед презентацией чем больше ты прогоняешь свою презентацию с друзьями или коллегами, или просто сам по себе, тем увереннее ты чувствуешь себя во время презентации. И слайды, они должны подкреплять твою историю. А если ты хорошо построил историю, да, и понимаешь, зачем это, то тогда, я думаю, что презентовать в принципе легче будет. Вот такой мой ответ. Следующий вопрос от Юрия. Анализ аудитории это важно, согласен с вами на 100%, и это отсылка к тому вопросу, который у нас был про разную аудиторию. Но есть ли грань использования слабых мест аудитории? Если аудиторию, например, фанаты Star Wars, то сколько стоит вставлять в слайды героев и так далее? Не будут ли такие штуки отодвигать ключевые точки? Конечно, они могут отодвигать, поэтому я бы рекомендовала, естественно, сфокусироваться на том, какая цель вашей презентации, и тут просто грань, еще момент, то есть, насколько вы хотите манипулировать своей аудиторией, я, наверное, не буду опускаться в эту часть, я бы рекомендовала понимать, сколько времени и сколько внимания вы можете получить от ваших ключевых слушателей, и сфокусироваться на этом, потому что, например, у некоторых есть внимание только в самом начале, и потом все, они отключаются, и вам очень нужно самую важную информацию донести в начале, а потом уже оставить там более какие-то вторичные вещи, или наоборот, часто говорят, что там в сценариях, к примеру, или же, когда кто-то действительно выступает на публику, самое лучшее нужно оставлять на самый последок, чтобы это запоминалось, то есть нужно понимать, с кем вы разговариваете, и понимать, что действительно их может отвлечь, что нет, и какая цель у вас, то есть может быть у вас будет цель отвлечь их немножко от чего-то, но я не буду про манипуляции говорить, если вы хотите, мы можем более детально поговорить про это отдельно, пишите в Телеграме. Спасибо, Маша. Следующий вопрос от Константина. Как быть, если во время презентации дают комментарии, которые совершенно сбивают с ног? Относиться к этому с юмором. Все, наверное. Ну, вообще, конечно, я могу еще полезный совет дать, это то, что нужно, наверное, заранее оговориться, хотите ли вы получать вопросы и вообще дискуссия, чтобы была во время презентации, или же вы можете попросить, так сказать, заменеджать презентацию вашу, и ваше время сказать, что, пожалуйста, оставьте все свои вопросы напоследок. У нас будет достаточно времени, тогда вас не будет это отвлекать. Спасибо. Следующий вопрос от Андрея. Маша, тебе. Какой вариант общения с аудиторией вы предпочитаете, лайв или на Q&A сессии после презентации? Лайв или... А, ну, я думаю, что очень... Я думаю, что это разные форматы взаимодействия, и я бы сказала, что лайв, это просто может быть не совсем даже презентация, а скорее какая-то дискуссия, общение. Это, наверное, когда меньше людей, например, в комнате, или там цель чуть-чуть... Ну, цели отличаются, мне кажется. Поэтому если я... Мне нужно очень важную информацию донести, например, именно запичить, то, скорее всего, я бы постаралась как можно лучше подготовиться и сделать это in one go, так сказать, то есть запичить и потом оставить вопросы в конец. Но, с другой стороны, возможно, мне будет очень важный фидбэк от кого-то, и если во время презентации я все время слежу за слушателями, вижу, что у кого-то кто-то отключается или у кого-то есть какие-то там... Ну, там кто-то хмурится, к примеру, или хочется этот вопрос, то я абсолютно не буду это игнорировать и, может быть, естественным образом поменяется формат. То есть я думаю, что это просто разные форматы, у меня нету одного предпочтительного... Не могу сказать, что один более предпочтительный, чем другой. Андрей еще немножко задает уточняющих вопросов по этой теме. Какую презентацию проводить сложнее с аудиторией оффлайн или не имея обратной реакции через стрим онлайн? Я считаю, что сложнее онлайн, однозначно. Ну, для меня лично, потому что оффлайн ты, естественно, видишь как раз-таки публику перед собой, ты видишь, как они реагируют, ты можешь немножко манипулировать свой доклад, и, в принципе, твоя харизма человеческая гораздо лучше воспринимается, а онлайн здесь как бы другой формат и такой немножко более однобойкий, мне кажется, плюс язык тела сложнее передавать, вот, и, конечно же, нужно больше акцента на то, чтобы хорошо подготовить историю и слайды, потому что, мне кажется, оффлайн гораздо легче исправлять там какой-нибудь косяк за счет общения живого. Вот онлайн, расскажите мне, как это воспринимается. Вот, в общем, да, я предпочитаю оффлайн. Спасибо, Маша. Следующий вопрос от Юрия, уже не первый. В сети существует большое количество темплейтов для презентации, как вы к ним относитесь, и, может, посоветуйте парочку, чтобы не тратить время на разрисовку, может быть, или создаем сами и не филоним, то есть не филоним. Ну, зависит от того, нравится вам заниматься дизайном или нет. Я думаю, что дизайн может занимать очень много времени, поэтому, если вы можете попросить чью-то помощь или если у вас есть действительно хороший темплейт, то почему бы и нет. Главное, чтобы вот он следовал правилам оформления. Я очень рекомендую вот как раз-таки посмотреть на компанию Nancy Duart, которую я подчеркнула. У них есть много информации, вообще много инструментов, и мне кажется, что там можно найти какие-то темплейты для себя. А так, я думаю, что, наверное, лично я предпочитаю создавать слайды заново, потому что тогда я, у меня есть свобода сформировать свое видение, так сказать. Хотя, конечно же, если, ну вот, когда я работала в EPUM, у меня была замечательная команда, и впоследствии у меня получилось использовать, переиспользовать некоторые темплейты снова и снова, потому что там уже были вот эти вот заголовки, хорошая там система дизайна, вот, поэтому, но так, чтобы еще порекомендовать какой-то конкретный темплейт, я, наверное, не смогу, но опять-таки вы можете мне написать в Телеграме, я могу поделиться чем-нибудь из своих личных архивов. Здорово, спасибо. И последний вопрос к Yonda и сессии. Ребята, у нас еще есть время, вы можете смело задавать вопрос туда писать, но пока вот анонимный пользователь написал «Добрый день, интересная презентация, спасибо. Часто ли используете невербальные способы общения при работе с заказчиком онлайн? Движение рук и мимика, что больше повлияет на слушательство, на ваш взгляд, красивая и интересная презентация или эмоциональное выступление? И это именно онлайн, я так понимаю, да? Да, да, имеется в виду онлайн. Хороший вопрос, если честно, потому что с одной стороны движение, ну, то есть, это прямо надо поразмыслить философски, потому что мне кажется, что невербальное движение, то есть язык, тело, это всегда очень важно, но, как я уже сказала, мне кажется, это более сложно правильно, более сложно показывать онлайн, то есть, меньше размер картинки, например, и иногда руки могут слишком отвлекать, потому что офлайн это как-то больше сбалансированно выходит. Вот, поэтому я бы, наверное, сказала, что, на мой взгляд, дизайн слайдов будет более важным, но также, конечно же, опять-таки, слайды, это подкрепление вашего посыла, да, то есть, ключевым являетесь вы и ваш посыл, и поэтому они должны вас подкреплять, они не должны быть основным, можно сказать, поэтому сложно. Я думаю, что еще очень важно, к примеру, как вы говорите, как вы говорите, и если у вас контакт, к примеру, глаз, да, с камерой, но мне кажется, что невербальное вообще очень сложно онлайн, поэтому, наверное, я бы поставила больше акцент на дизайн слайдов. Спасибо. У нас есть еще один вопрос новый. Владимир спрашивает о том, что описанный вами способ поддержки связи кажется навязчивым. Должны ли мы навязываться после презентации? Ну, я считаю, что, конечно же, навязываться звучит очень негативно, но мы занимаемся продажами. Продажи, это значит, что нам нужно к какому-то действию подходить. То есть, естественно, задача не в том, чтобы навязываться, да, и там докучивать, но вам нужно обязательно напоминать о себе, вам нужно обязательно поддерживать связь, чтобы, когда ваш слушатель, там, вы, например, показали свой пичдек, разошлись, но вы не должны выходить из головы вашего слушателя, на мой взгляд. То есть, оставайтесь на повестке дня у них, потому что, если бы они, если вы навязываетесь, то они, я думаю, так вам и скажут. То есть, они просто скажут вам нет и все. Если же они в данный момент времени не могут принять решение, то вы должны помогать им, подвести их к этому. То есть, я думаю, что в продажах должен быть некий такой грипп, я не знаю, как-то, хватка, которую вы не должны отпускать, пока они вам не скажут четкий ответ. Спасибо. Ну и, что я могу сказать, вопросы у нас закончились. В чате тебе сыпется благодарность за презентацию и спасибо большое. И я думаю, что мы уже можем перейти к определению победителя, если у нас больше не будет вопросов. Ты ответила уже на 10. По твоему мнению, какой вопрос заслуживает приз и почему? Спасибо большое. Я думаю, что я бы подсветила, наверное, вопрос Константина, потому что он тоже в некой степени среди других застал меня врасплох. и он мне понравился чуть таким более концептуальным подходом, так сказать. Но вообще-то, конечно, спасибо большое всем за вопросы, потому что они очень важны. И мне кажется, что что касается питчей, это вообще очень сложная тема, о которой можно говорить очень долго. Поэтому я еще раз приглашаю всех, если кому-то что-то нужно или хотите пообщаться со мной на эту тему, пожалуйста, пишите и напишите мне свой фидбэк. Вот. Но я хотела бы наградить вопрос Константина. Давай проверим. Это был вопрос про комментарии, которые совершенно сбивают ног, да? Да. Здорово. Константин, просим тебя откликнуться. Напиши нам либо сейчас в чат, либо в Телеграме координаты, как мы можем связаться с тобой и передать потом приз за этот прекрасный вопрос. Всем остальным большое спасибо за вашу активность. Участвуйте в остальных стримах, где тоже будут призы. Ну, Маша, конечно, спасибо за этот доклад, за то, что ты поделилась своим опытом, слайдами, ответами на вопросы и предложила даже возможности дальше отвечать на вопросы в Телеграме. Спасибо тебе большое. Желаем тебе успехов и рады были видеть сегодня. Спасибо большое, Ира. Спасибо вам за эту конференцию и за возможность поделиться со всеми. Желаю хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...